Приветствую вас. Я думаю, что основная сложность здесь заключается в том, что вы увидели, почувствовали определенные ожидания. То есть у вас по отношению к человеку были определенные ожидания. Когда он начал к вам хорошо относиться, вот, когда он начал давать вам внимание, ставить лайки и прочее, 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 прочее. А вы восприняли это как проявление его, ну, симпатии к вам. Вот. А на самом деле это, может быть, и была симпатия, может быть. Но даже если это и была симпатия, то, как бы, она не обязательно, не обязательно была симпатия. Понимаете, какая штука. Вот. То есть ваш остаток, он, вот, исходя из того, что вы, ну, пишете, да, ваш остаток, он связан именно с тем, что не обрадались ваши ожидания. Вот. Ну, по факту. И здесь очень важно, на мой взгляд, понять, о каких ожиданиях, собственно, идет речь. Понимаете? Вот. Потому что, если вам хочется любви, допустим, то это отдельное направление уже в работе с вами. Если вам хочется любви. То есть ваши ожидания, которые остались в результате взаимодействия с этим человеком, ваши ожидания, которые проявили себя в результате взаимодействия с этим человеком, их желательно раскрыть. И верить на себя ответственность за них, за эти ожидания. в результате взаимодействия. А я согласен с вами в том, что данный аспект может интерпретироваться вами как травматичный, потому что это, ну, вы действительно были окружены вниманием, вы действительно, возможно, считали, что, ну, что дороги человеку, вот, а он, соответственно, так поступил, и тем самым разрушил некоторые ваши представления относительно, вот, мира, который вокруг вас. А, вопрос здесь, пожалуй, заключается в том, как вы восприняли такие его действия и почему, т.е. почему вы его действия, например, восприняли, образно говоря, на свой счет. Т.е. получается, что вас эта ситуация задела, вам эта ситуация неприятна, и благодаря этой ситуации изменились, изменилось то, что вы о себе, например, думали. Т.е. изменились ваши представления о себе. что, собственно, и является в данном контексте, вероятно, наиболее болезненным. болезненным. Т.е. ваше представление о себе не устойчивы, что поведение, отношение человека к вам может повлиять на них, на них, собственно говоря. и это очень существенный аспект. Т.е. с одной стороны мы имеем определенные ожидания, которые у вас имели место быть и, вероятно, имеют место быть, продолжают, потому что в основе ожиданий лежат желания некоторые, да, и потребности. А с другой стороны мы имеем дело с, возможно, неустойчивым восприятием себя с вашей стороны, с вашей стороны. неустойчивым в том смысле, что оно легко меняется. Ну или, может быть, не легко меняется, но меняется под воздействием отношения другого к другому человеку. А вот я думаю, я думаю, что вам можно ответить на вопрос, на вопрос, на ваш, примерно таким образом. И, возможно, понять, можно понять, что вам обидно и больно сейчас. Можно понять, что у вас остался осадик от того, что все упирается в данном случае, получается, в деньги только. Ну вот. Но, на мой взгляд, вы здесь забываете то, что люди по-разному относятся к деньгам. Люди могут хотеть зарабатывать. И это, в общем-то, в общем-то, абсолютно нормально, что люди хотят зарабатывать, и что деньги для них имеют какое-то значение. вот. Поэтому, мне кажется, здесь вы в большей степени думаете о себе, чем о мужчине. Да? И это в какой-то степени верно, что вы думаете о себе, а не о мужчине, но тонкость заключается вся в том, в каком контексте и ключе вы думаете о себе, что нужно или чего не хватает вам. Вот это, мне кажется, моменты достаточно важные для понимания вами, для понимания вами, чтобы вы лучше отдавали себе отчет в том, что происходит. Вот. Потому что, да, вы воспринялись за чистую монету поведения тренера. Что-то вы такая наивная? Нет. Я, если честно, не склонен думать, что все дело именно в наивности вашей. Я лично склонен думать, что дело здесь в ваших желаниях, которые вы подсознательно пытаетесь удовлетворить за счет этого человека. Человек показал вам, что вы реально можете это желание удовлетворить. Речь идет, конечно же, о внимании. Речь идет, вероятно, о мужском внимании. Возможно. Возможно. Которого вам не хватает. Опять же, возможно. И, соответственно, ну, возможно же, возможно же, речь идет о чем-то еще. То есть, ну, о каких-то еще моментах идет речь. То есть, тут я не буду, я тут не буду заниматься предположениями, да. Вот. Но мне бы, конечно, очень бы хотелось, чтобы этот момент был поиследован вами с психологом, потому что, ну, в жизни ситуации могут быть разные и лучше вам будет, если вы станете обладать готовностью к такому роду вещам. По моему мнению. По крайней мере. Итак, ключевые вопросы, которые я хотел бы вам задать. Вы пишите, что абонемент закончился, новый я брать к нему не стал, и теперь с нами мы даже не здороваемся. Как это произошло? Что вы, что вы даже не здороваетесь социально. То есть, ну, вы же говорите «мы». Меня интересует, почему вы говорите «мы»? Вы не говорите «он», например, не здоровается. Вы говорите именно «мы». Почему не здороваетесь «вы»? Как, как это все произошло? То есть, как произошло, что вот «вы» перед салендаром? мне кажется, мне кажется, что раскрытие вашей, хотя бы, ответственности в этой ситуации позволит уже снизить, ну, граб, граб, граб. Сделать его, ну, меньше. Такая вот история. Я надеюсь, если честно, что вам это было полезным. Надеюсь, что вы для себя какие-то вот выводы сделаете. Надеюсь, надеюсь, что вы поисследуете этот аспект, и после вам станет легче. Если мне получится сделать это самостоятельно, вот, то, соответственно, мы, что-бишь, психологи, будем рады и готовы вам оказать всяческую помощь по данному вопросу. Вот. Примерно так. Я надеюсь, что это было полезно для вас. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Обратите внимание на свои ожидания. Вот. И постарайтесь сформулировать вопрос к психологу, потому что на данный момент ситуация, что ясна, что произошло. А вот что вы хотите, например, от психологов, да, ну, ясна, не совсем. Вот. Поэтому, чтобы, допустим, мы не гадали, да, чтобы мы не гадали, вот. А, будет лучше, если вы сформулируете свой именно запрос к нам. Вот. Ну, так вот. Я вам еще раз желаю всего самого доброго и удачи. Ну, так вот. Ну, так вот. Вот. Продолжение следует...